Вика, найди в эфирном пространстве Соединенные Штаты Америки и посмотри на них с высоты. Один, два, три. Да, я вижу. Опиши, как они выглядят. Вот, вижу очень черная энергия там, где Калифорния и Флорида. И Флорида вот так вот как-то заворачивается и как будто бы плывет и становится как одним целым с Калифорнией. Так же там где-то вверху, где Мексиканский залив. Вот постоянно вот это я слышу, таксис, таксис. То есть Техас. И там такая точка. Черная. Там какие-то как провода, это все запутано. Вот так какие-то идут туда-сюда. Такие как магистрали мне приходят. И вот там, где Нью-Йорк, статуя вот эта зеленая свобода стоит в эфирном пространстве. Очень большая. И тоже такая странноватая. У нее на голове как будто бы вот не этот венок, а как венок из таких колючей проволоки как будто. И от этой головы она так как бы в космосе над Америкой стоит. И вот это идет тоже, тянется все в Калифорнию. И почему-то вот так, где Вашингтон. Появляется большой экран. И вот это мэр Вашингтона. По-моему, она мэр Вашингтона, это женщина. Тоже тянется вот это все в Калифорнии. То есть идет вот такая связь. Все в Калифорнии. Флорида, Калифорния. Вот так вот. Хорошо. Тогда как ты видишь, с Калифорнии начнем? Сейчас я, ну наверное, сейчас я прямо на Флориде. И в этом городке, который тоже называется Голливуд. И там это все как-то такое белое пятно. И считывается как гипноз. И когда я вот так вот посмотрела, что это, как будто в этом, это все такое облако белое. Как шатер. Я приоткрыла, и я вижу, что буквально посередине Америки, как будто бы стоит такой монстр. Огромный в эфирном пространстве. И вот черными лучами из глаз, вот прямо в этот Голливуд, что на Флориде. По центру Америки, где-то стоит вот это чудище. Это как муха, вот как матка, вот это. А точно, точно, они все направлены, вот я вот смотрю, как будто бы они молятся этому существу. На коленях стоят. И быстро-быстро что-то для него делают, для этого чудища. Спешат что-то вот так. Суетятся. Преподносят. И я смотрю, что они делают. И я вижу, что кто-то преподносит вот так ребенка. Светящийся ребеночек. Это символ? Ребеночек. Но нужно пойти посмотреть, но я же сейчас символы рассматриваю, да? Хорошо. Мне приходит энергия жизни. Угу. Хорошо. Как ты видишь, с чего нужно начать? Ну, я не знаю, я вот в этом Голливуде, вот что на Флориде. Я не знаю, что тут творится, конечно, но разные символы идут. И я слышу дом проституции. И вот вместо этого черного чудища появляется образ распутной женщины, которая сидит буквально на Америке. в эфирном пространстве, она как будто бы, вот как будто Америка, вот просто под ней вся. Она вот эта огромная такая сидит. и... что-то ест. И у него так как кровь изо рта, и она вся в крови. И вот так вот вытирается, фу! Угу. И одной вот правой рукой она вот так держится там, где Калифорния. И вот это тоже такими гипнотическими буквами, вот Голливуд. Я вижу, что сейчас это, хочу посмотреть, что это такое. Это символ культа. Она левой ногой как будто бы стоит Голливуд во Флориде, А правой там. Угу. И энергия, вот, вот так как это изнутри, вся входит в нее через нижние чакры. И вот этот образ меняется образом этой матки. Угу. 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 Хорошо. Тогда как мы? Давай посмотрим, когда впервые вот этот символ появился. В самый первый момент. был ли произведен какой-то ритуал или еще что? я вижу события вот этой войны между севером и западом. Угу. Так. Но также почему-то здесь идут картины одновременно боев в воздухе. как звездные войны. Угу. Так. Какая-то огромная волна как будто бы идет вот так как из океана оттуда. Пожары. Все в перемешку, не пойму что это такое. Как будто бы война, как будто бы повсеместная война. и какие-то катаклизмы. И что-то валится с неба. Идут вот эти гравюры. как мне постоянно вот я вижу 1726. Угу. гравюры связанные с темой рабовладельчества и покорения запада на самом деле. Какая-то война. глобальная война какая-то что ли я не знаю. так я хочу посмотреть как был образован этот культ. И этот символ. Да. Вследствие чего. Я вижу что какая-то энергия идет из Южной Америки. Как-то связывают в один узел. Энергия из Южной Америки идет. вот эти божества какие-то квадратные божества что пожирают людей. Угу. И идет в Лондон. Черная как шлейф. Толстый шлейф в Лондон. И на том конце я вижу несколько как бы разветвлений. Один пока вижу как я слышу торговый дом. А второе. Какие-то какая-то секта скажем так сатанистов. Я вижу они делают обряд жертвоприношения с этими символами. А вот ребенка дают. Вот так как бы приносят. И снова слышу звучит карфаген. Вот энергетически там оно как-то идет из этого карфагена. Вот так идет идут лучи. Как бы я слышу подпитывает эту всю систему. И я вижу что здесь на территории Америки над Америкой образовался такой как кольцо. Черное черное кольцо. От которого вот так вот тянутся. То есть в каждый штат. В эфирном пространстве висит огромное черное кольцо. От которого идут вниз как ленточки. Черная энергия. Я слышу что в каждом штате есть резиденция. Этого культа. Хорошо. Давай посмотрим именно самый важный момент образования вот этого кольца в эфирном пространстве. Вследствие чего оно образовалось. Я вижу что идет какой-то как будто бы какую-то девушку. Но она слышу Жанна Дарк. Может это дух я не знаю. Ее как будто бы привязывают. Угу. Вот это энергетически посредине где-то. Вот там где. Вот. Ее привязывают. Кляп в рот. Руки как будто бы к столбу что ли. Я вижу как у нее. По-моему это какой-то ритуал идет. Черной магии это я не вижу чтобы это было на физическом плане. Я вижу как загорается огонь горит под ногами. Таким кружочком костер. Вот как-то тоже кружочком странно так. А возле ее ног как бы кто-то в секторе магии. Я приказываю ему появиться на наш рабочий стол. Я вижу как появляется символ царя царей. И он протягивает как бы мне луч. Вот сюда. Золотистый луч. Я вижу сейчас такая клетка. А в клетке находится зверь. Это монтихор. Так. Вот он как лев пожирающий с крыльями здесь. И одновременно считывается и как лев и как змей. Какой-то он такой длинный странный. И вот он там. Я вижу что человек как будто бы человек в черном покрывале. Или капюшон. А под капюшоном как-то светится у него. Сейчас я считаю что это за свет. Гипноз. Сила. Я вижу что они делают какой-то ритуал. Я хочу посмотреть где на физическом плане находится душа этой Жанны. Посмотри. Сейчас я вижу статуя Свободы. Идет такой энергетический столб от ног. и туда аж высоко-высоко в голову. Как будто бы эту фигуру Жанны Дарк как будто бы ее растянули в такую длинную веревку. Под ногами у нее огонь. Продолжает гореть. Угу. 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 И она сигнализирует совершенно другие энергии. Энергии. Какие именно? У нее глаза завязаны. Такой огромной черной повязкой. над головой такое как скопление вот проволоки колючей проволоки. Угу. Угу. Считывается насилие. Жандарм. И вот эта слепота, слепота. Я вижу момент как эту статую устанавливают большие краны. Угу. И во время установки делается вот этот ритуал. одновременно с французами тянется как бы в париж и приходит вот эта картина с розой рук в зубах розенкрейцеры что ли да поверит уже статуя свободы душа жанны этой девушки я не знаю как ее звали на самом деле она как будто бы привязана к столбу то есть и удерживает и постоянно поджигают и и ноги и у нее тот же на эфирном плане как бы закрыты глаза хорошо где сейчас находится душа жанна вот статуи свободы да она вот большая часть находится здесь и там как бы меньшая ее проекция то есть другая часть поменьше намного меньше находится в париже и между этими двумя частями находится такой как соединяется то есть она как будто бы разделена на двое и между двумя частями души есть этот эта ниточка и сейчас я вижу что именно над головой статуи свободы находится вот этот черный кольцо и тянется вот эти не только к штатам а куда-то вот тянется как бы в китае еще да точно хорошо тогда нужно помочь душе жанну освободиться вот у нее как будто бы в зубах это роза металлическая я спрашиваю видит ли она что с ней все происходит мне приходит катакомба я вижу что часть ее тело где-то находится в катакомбах я вижу вероятно она где-то ее тело есть она как будто бы какой-то стене одновременно вижу то череп лежит то какая-то стена и она как бы прибита к этой стене это в париже да да это парижа я сейчас смотрю она встает она как будто бы лежит где-то я спрашиваю жанна ли она она говорит да и как будто бы проснулась и ото сна и вот уже несколько раз я вижу одну и ту же картину когда она была жива и она вышла она вот так было как бы дома у нее такой фартук она что-то делала по дому на кухне и я вижу что она вот так как было в этой одежде руки так быть вытирает и и выходит она как будто бы выходит там какое-то восстание но я так понимаю это то восстание котором историки пишут или или другое но я вижу там эти баррикады ее просто крадут из этих баррикад кто ее крадет и я вижу что у нее была подключка в сектор магии я вижу что она была обручена с этой программой эта программа кощей то есть она была как феминистка и она была подключена к этой программе невеста кощея то есть она была разделена у нее не было доступа к своему подсознанию и она была уязвима к магии у нее не было защитника родственной души я вижу что она как будто бы добровольно буквально добровольно ложится на стол на какой-то ритуал такое впечатление что она в кругу друзей единомышленников там возле нее есть какой-то парень который одевает и это черное кольцо они ее называют наша королева а почему не называют ее наша королева королева чего я вижу что когда она ложится на этот ритуал то как бы ее душа а вот с той стороны стоит такой дух вот этой матки они обращались к ней имея ввиду что она даст энергию для их королевы когда когда они говорят моя королева это означает что она должна дать душу их королеве на самом деле жертва для королевы понятно хорошо спроси у души же мне видит она все это что не произошло но я сейчас хочу зайти в тот момент когда она была еще жива вот когда она на кухне там выглядывает из окна и готовится выйти я с ней говорю я и показываю все то что с ней произошло я вижу как черная рука как будто бы вот это которая закрывала ей глаза это энергия этого кощея мантихора это культ энергия культа там у них много этих разных программ она уходит у нее с глаз и она начинает увеличиваться я ей показываю все то что с ней сделали и сделают я говорю до тех пор пока она не отменит свое решение это она будет своей энергией кормить этот культ и разрушать наш мир я она как-то наклоняется к этому в сектор магии очень низко наклоняется я вижу что буквально она как будто бы вот на колени присела вот так и голову туда в тот сектор магии я вижу она снимает этот как петля на шее было я говорю я передаю ей информацию об освобождении со всех наших сеансов я и показываю свет первоисточника я и показываю что они сделали с ее душой я вижу что она снимает вот эту одежду которая вот какая-то картина где она в какой-то одежде по-моему той же самое в которой она была там на кухне я вижу как она эту одежду снимает я говорю что она может отменить свое решение принести себя в жертву я вижу она кричит нет появляется такой черный запрещающий знак и она вырывается от этой стены я говорю что сейчас она может выбрать то место где отдыхают души пусть она покажет мне и она может уйти никто не имеет право ее удерживать я говорю что вот эти все энергии ужаса и страха и боли она может оставить тем поконом кармы кто ее обманул и кто заставил ее это сделать я говорю чтобы она освобождалась от этих энергий пусть она покажет тот мир который она хочет сейчас пойти я говорю что души она умерла я и показываю я говорю что души не должны находиться в мире живых у них есть свои пространства она мне показывает как горы альпийские какая-то нотк какая-то красивые красивые горы через цветное я говорю что она может уйти в светлый портал поближе к первоисточнику чтобы эти темные силы и и и не достали оттуда я говорю что она чистая светлая душа а все эти программы может отдавать этим ее насильникам убийцам получается как будто бы с нее какая-то штука железная отпала вот эти программы я говорю насчет 3 чтобы она готовилась наполнялась светом вот открывается порталы насчет 3 пусть она уйдет в тот портал вот как только ты расскажет 3 и отдаст все эти воздействия темным этим на силам карма никто не от меня да и за собой закроет портал насчет 3 она это сделает 123 сейчас я смотрю начинает вот этот кольцо над статуей вот так вот сползает вниз и почему-то статуя приобретает такой золотистый цвет она начинает сиять и сразу идут вот эти энергии как от царя царя царей то есть у нее вот смысл совершенно другой был изначально я вижу как эти черные энергии растворяются и вот начинает распространяться сюда вот этот свет от первоисточника и символ царя царей я говорю чтобы вот от имени всех живых душ которые были обмануты принесены в жертву этим культом я приказываю всем этим черным энергиям убраться с нашего пространства я вижу как освобождаются души я передаю информацию всем душам которые удерживаются в любых пространствах вижу как царь царей вот так как то что то он делает сейчас я посмотрю и души улетают улетают мне приходит миллионы душ он вот так вот держит руку и образовался портал с его руки образовался портал и через этот портал души уходят в наше измерение вот я вижу они открепляются а жанна дарк она там им помогает и вижу как распространяются вот светлые фракталы от первоисточника и от символа царя царя и черная энергия вот уходит как волна как будто бы цунами проходит только цунами свет идет такой нежный а вот черные вот эти энергии они уходят и отправляют и в портал все все человеческое пусть судит наша вселенная и структурируется все по конам нашей чистой священной вселенной а черные энергии отправляем все в портал изгоняем из нашей вселенной на утилизации вихрь образовался черный я вижу как ремонтируется наша матрица то там то там в разных местах я передаю волю нашей матрицы и и вот воля царя царей восстановить иконы нашей вселенной любви и гармонии так это все очищается так я смотрю на этот до флорида это вообще жуть и калифорния сейчас я вижу как символ царя царей вот так вот этим посохом ударил именно в то место и она уходит в это черную точку которая там была ворина да и все уходит вот в портал уходит через калифорнию вот туда а сейчас он ударил с этим посохом в калифорнии когда он это сделал я вижу как все пространство как будто замерзшие было лед и такой образовался и начинает таять все этот лед эти все структуры пражеские так и я вижу появляется знак зацикленности времени он растворяется все уходит выкручивается в этот мы можем зайти в тот момент когда все закончится мы отправляем на утилизацию и на переработку во вселенскую очистительную систему все эти колдовские энергии эти ритуалы освобождаем души все человеческое пусть уходит от этих воздействий и вижу как люди буквально начинают снимать повязки с глаз увидела трампа он такой большой большой и и как бы улыбается вот так лицо подставляет свету от первоисточника хорошо так посмотри сейчас на всю территорию соединенных штатов америки сверху и пиши как они выглядят сейчас я вижу что она превращается как бы расцветает как будто бы пустыня превращается зеленый ковер начинается расцветать но вот что-то на юге снова флориды сам юг флориды что там посмотри там какой-то дом странный дом какой-то как кристалл как будто бы остров что ли но она все уходит кристалл вот так начинает разворачивается то есть он начинает ломаться то есть и уходит очищается очень сильная магия я слышу воду я приказываю от имени нашей чистой вселенной от имени всех светлых душ у всем колдунам убрать все их воздействия от всех светлых душ от всех структур от нашей матрицы это приказ это приказ карму никто не отменял я призываю силы кармы каждому воздать его деяния я передаю волю нашей светлой матрицы вот и вижу царь царей меня поддержал и мы передаем полю нашей светлой матрицы очиститься пусть она очищается пусть все фракталы очищаются на всех уровнях от любого рода магии насилия воздействия гипноза от морока и пусть каждый творец за испытает на себе все все то зло или добро которое он творит пусть силы кармы восторжествуют и я вижу что появляется как будто бы огромное дерево и она уходит из сектора магии так сектор интерферентов и в этот портал выкорчевывается дерево вот так согнулась это этот ствол вот с корнями а что символизирует это дерево это дерево символизирует дерево смерти вот эта магия черная самая черная магия вот я вижу там найти как африканские какие-то может это не африканские мне приходит гаити какие-то божества ну и воду какие-то идолы я приказываю всем кто пользуется этими магическими энергиями пусть все отдают эти энергии в портал на уничтожение это наша вселенная и здесь не имеют права находиться чужеродные программы это противозаконное противоестественное сейчас я вижу как это статуя свобода она повернулась вот так повернулась и смотрит как бы на всю америку смотрит я вижу она берет вот у нее факел в руках и на вот этим факелом как бы очищает все пространство хорошо и повернулась и уже сама стоит там но уже как золотая интересно а какой первоначальный был смысл вот этой статуи что она транслиров я слышу она когда люди смотрят на нее они думают о свободе об этом смысле свобода но колдуны сделали перевернули сделали перевертыш и превратили свободу в неволю как бы в тюрьму в я слышу тюрьма для душ потому что я вижу вся америка вот я вернулась миллионы миллионы этих убитых детей женщин принесенных жертву культ чтобы поддерживать это рассадник америка это рассадник этого культа и чтобы поддерживать свою власть они же не могут противостоять они не могут на чужой территории в нашей вселенной устанавливать свои какие-то правила поэтому они все могут сделать только перевертыш и использовать нашу энергию таким образом чтобы поддерживать свою силу понятно хорошо хорошо посмотри сейчас снова на всю территорию соединенных штатов америки опиши как они выглядят сейчас 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 я вижу что культ использовал эти энергии потому что жанна дарк она была вот связана с какой-то ну с этой революцией с протестами я вижу вот эти люди которые ходят и делают беспорядки в америке это силой культа это культ их поощряет организовывает эти беспорядки погромы и я вижу что они начинают осознавать они смотрят на эту светлую энергии статуи и я посылаю им дух прозрения и истины но не только я вот этот символ царя царей мы как-то с ним вот сотрудничаем да я вижу как через символ царя царей идет этот канал истины прозрение озарение осознание и буквально поливает всю америку я говорю что он может распространить свет и эти энергии на весь мир появляется знак вот этот молчать и я вижу что там где вот все южное полушарие нашей планеты она под воздействием культа все черное и вот этот знак молчать я вижу символ царя царей разливает свет и на это полушарие и свет распадается на такие как золотистого цвета шарики информационные и люди ловят ловит каждой душе сейчас я вижу как америка стала светиться таким светом белым фрактальным как наша вселенная и поднимается соединяется с символом царя царей из со светом первоисточника красиво